Стоит заметить, что открытие памятника проводится в рамках масштабного государственного проекта Рухани Жангару «Модернизация сознания», инициатором которого является президент нашей страны Нурсултан Азарбаев. В новой реальности внутреннее стремление к обновлению – это ключевой принцип нашего развития. Подсчетное право открыть памятник было предоставлено Тухтару Аубакирову, первому космонавту Казахстана, генералу-майору Казахстана Халыка Хармана, герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР, и Алиме Жермагамбетовой, внучке Каныши Монтайевича. С приветственным словом ко всем жителям города и гостям обратился Аким Ануар Кумпикеев. В рамках реализации программы главы государства «Улашахта Багдар Рухани Жангару» мы открываем памятник выдающемуся ученому, академику Каныши Монтайевичу Сатпаеву. Памятник, который мы сегодня открываем. Памятник человеку, который связан именно с этой особенностью города. Города молодого, растущего, устремленного в будущее. Памятник современнику, который воплощает в себя идею нового. Идею открытий, идею продвижения Казахстана на мировой арене. Увековечивание имен величайших личностей. Открытие историко-культурных объектов, памятников. Одно из ключевых направлений реализации президентской программы модернизации общественного сознания «Улашахта Багдар Рухани Жангару». Каныши Сатпаев, человек, который может быть примером для всех последующих поколений. Он великий сын своего народа, гениальный ученый. Мы должны всегда помнить о его огромном вкладе в науку. Жизненный путь ученого должен стать примером того, как нужно любить свою Родину. Открытие памятника – это не только дань памяти великому ученому. Это равнение на большие дела в будущем. Бронзовая фигура отныне будет встречать гостей нашего города. Площадь центрального вокзала в этом году была благоустроена. Разработана эффективная схема дорожного движения. Организованы паркинги для такси и частных автомашин. Проезжая часть была заасфальтирована и огорожена гранитными бордюрами, устроенные пешеходные дорожки. Кроме того, на данной территории произведена реконструкция прогулочного сквера с устройством газонов, цветников и автополива. Далее со словами поздравлений выступила заместитель Акимакмолинской области Аина Мусралимова. Она отметила, что все более или менее крупные начинания в области науки в нашей стране в течение 30 лет были всецело связаны с именем Каныша Сатпаева. Название города Степногорск несет в себе большой смысл. Поэтому очень логичная связка сегодняшних мероприятий с реализацией в стране программы президента Рухани Жангуру в рамках проекта Туван-Жир. Модернизация общественного сознания созвучна с процессами, которыми переживает Казахстан на современном этапе. Она в полной мере становится составной частью экономической, политической модернизации, которую наша страна начала с провозглашения независимости. Данная программа задает вектор движений всей казахстанской нации на годы вперед. Опираясь на новые задачи, у Казахстана есть возможность соединить границы, горизонты прошлого, настоящего и будущего. И наш долг – бережно относиться к тому, что сделали наши предки, наши родители, хранить память о величайших достижениях нашего народа и величайших сынов нашей Родины и давать ее будущему поколению. Выдающийся ученый, прославленный на весь мир, обаятельный человек и чуткий наставник, глубокий мыслитель, подлинный патриот своего народа Каныш Имантаевич Садпаев является образцом и примером для подражания. Именно с этих слов начал свое обращение к жителям города и гостям Тухтар Аубагиров, первый космонавт Казахстана. Каныш Имантаевич Садпаев, он не только для Баянаула, не только для Ческазграна, не только для Садпаева города, он вообще для Казахстана, для науки Казахстана, для геологии Казахстана, он сделал столько, что еще мы только-только на начальном пути изучения его трудов. Я думаю, что величие этого человека можно только по одному примеру, когда он выступал в парламенте Англии, и его Черчилль спросил, скажите, пожалуйста, все казахи такие высокие? Он сказал, я самый низкий среди казахов, мой народ выше меня. Я скажу, что это не каждый человек способен на такое. Он там, будучи за границей, сумел поднять свой народ, свою землю. Поэтому будем благодарны его памяти. Пусть он живет с нами всегда, и я приветствую вас, я приветствую тех инициаторов, которые захотели поставить этот памятник в городе Степногорске, в городе, где наука и производство вместе сопряжены. Я думаю, это то самое место, где должен стоять этот памятник. Спасибо вам, дорогие степногорцы. Памятники Канышу Садпаеву установлены в Караганде, Павлодаре, Жасказгане, Кебастузе, Томске, Садпаеве, а теперь и в нашем городе Степногорске. Также с обращением выступили Сирик Бекдаукей, экс-президент Национальной академии наук Казахстана, экс-министр геологии и охрана Недр Республики Казахстан, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Профессор доктора химических наук Алимажер Мекомбетова, внучка Каныша Имантаевича Садпаева. Бронзовая фигура Каныша Имантаевича отныне будет украшать привокзальную площадь и встречать гостей нашего города. Каныш Имантаевич Садпаев давно воздвиг себе памятник своими достижениями и своей судьбой. Этот памятник нужен всем нам, нынешнему поколению и нашим детям. Нас будут уважать только в том случае, если мы сами будем уважать и чтить таких великих личностей, как академик Каныш Садпаев.